В гостях у нас сегодня заслуженный артист России Евгений Дятлов, друзья мои, встречайте! И не верь, я не плачу, я тебе подпою, как смогу, я еще повстречаю удачу, я не белый, а просто в снегу. Я еще повстречаю удачу, я не белый, а просто в снегу, просто волос зимой запорожен, я в цвету, мне всего двадцать пять. Я не брошен, я просто не сброшен, я могу еще петь и плясать, я еще. Не сдавался я стойки, ой, цыган, мне про удаль стрелеца, и про то, как робит моя тройка, опоздав у родного крыльца. Пой, цыган, про людские невзгоды, но ее этой песней не тронь. Песни в жизни не сделать погоды, я целую чужую ладонь. Ой, цыган, я еще что-то значу, мое счастье на том берегу. Доплыву я, достану удачу, я не белый, а просто в снегу. Доплыву я, достану удачу. Я не белый, я просто в снегу. Евгений Дятлов сегодня у нас в гостях. Друзья мои, здрасте, Евгений. Ну, познакомьте со своим коллегой, который так лирично и внимательно прослушал песню первую. И прослушает все. Это Николай Криворучко, мой товарищ, мой друг, с которым мы, в общем, начинали нашу такую вот деятельность, исполнение романсов, народных песен, танго 30-х, 50-х годов, песни к кинофильмам, песни военных лет, песни, которые можно отнести к авторскому циклу. И вот мы с Колей, собственно говоря, все это время вместе не расстаемся. Более того, как-то работаем над тем, чтобы наш коллектив расширялся. И сейчас мы уже выступаем в пятером. И у нас уже есть кларнет, саксофон, баян, контрабас, скрипка и две гитары. — Насколько большее удовольствие вы получаете от расширенного коллектива, скажем так, нежели от вашего спетого, не знаю, насколько спитого дуэта? — Ну, видите как, это позволяет нам обогащать наш репертуар. Мы способны уже исполнять песни, которые, в принципе, можно исполнять только ансамблем. Вот. И это помогает нам, это двигает нас вперед, и наши программы от этого только выигрывают. — Ясно. Евгений, вы по месту рождения дальневосточник. — Так точно. — Хабаровск. — Хабаровск. — Ясно. А в Питер вы приехали обучаться в Алгитмик, насколько я знаю, Ленинградский... — Государственный институт театра музыки и кинематографии. — Кинематография. Чудесное и волшебное слово, которое уже заставляет, артикуляцию и мозги напрягаться. В 23 года вы туда поступили. — Да, это довольно поздно. — Довольно поздно, да. Для студента, тем более для театрального вуза. Чем занимались до этого? Расскажите, пожалуйста. — О, чем я только не занимался. Ну, на самом деле, в общем, история такая насыщенная. Она короткая, но насыщенная. То есть после школы сразу я поступил в университет, на заводченное отделение. Это филфак, французский язык. И параллельно работал в этом же университете. Я крутил фильмы для, в общем, для студентов, для всех потоков. Освоил для себя должность киномеханика. А после, где-то после года работы в университете, я вернулся в город Никополь, где мы жили довольно продолжительное время, Днепропетровская область, Украина. И там я еще успел поработать на заводе. Оттуда и ушел в армию. Вернулся, восстановился на заводе. В общем, был таким вот рабочим парнем. — А я помню, в Никополе один очень мощный завод есть. — Совершенно верно. — Что-то с трубами или со сталью связано? — Да, это южно-трубный металлургический завод. Совершенно верно. Кстати, такого европейского значения в то время был. — Еще там, помнится, дворец был. — ДК культуры, да. — Да-да-да. — Ну, замечательно, прекрасно. Как-то связано, да? — Ну, есть моменты жизненные, скажем так. Почему вы выбрали сначала университет и французский язык? — Дело в том, что я вообще не представлял, что если бы в то время мне сказали, что я буду артистом, более того, меня будут показывать по телевизору, и я буду актером, буду играть. Какие-то, в общем, истории, буду проживать жизнь персонажей. Я бы, ну, удивился или рассмеялся бы в лицо. — Почему? — Абсолютно. Я себя не позиционировал. В городе Никополе, в общем, для этого не было ничего. Чтобы молодой человек даже мог бы себе представить или нафантазировать, что он может каким-то образом когда-то ощутиться в мире кино, в мире театра, в мире телевидения. — Хорошо, Евгений, но в мечтах хотя бы, где-то вот здесь. — В мечтах было только одно — петь. Я пел, в общем, не могу сказать, что с самого детства. Я не был в детских хорах, не исполнял ничего подобного. А где-то с 13, наверное, лет голос мой укрепился, окреп... — Оплатформился. — Да, платформа была такая... В основном это западный рок-н-ролл, потому что это 70-е годы, и, в общем, все, что было тогда флагманом этого рок-движения, то есть Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Slate, Sweet, потом Genesis, а потом уже пошли джаз-роковые какие-то. — Ну вот всех, кстати, кого вы назвали, все ребята-то теноровые, высоко поющие. — Да, 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 да. — А у вас баритон, причем такой объемный. — Это баритон, он уже так с возрастом, и, в общем, он уже прошел закалку исполнения романсов, народных песен и так далее. А в то время, да, я засаживал все эти вещи, перепевал Гиллана, пел Child and Time, потому что там, в общем, у меня... — Ну там же микс там, там вообще просто сумасшедшее. — Вот как раз микс там я это все и брал. То есть у меня такой природный фальцет, и поэтому какие-то вещи... Что мне, кстати, позволило, когда я поступал в театральный институт, я пел пародии перед комиссией. Я вышел, когда мастера наши будущие сказали, ребятушки, все это очень хорошо. Но, может быть, что-то есть за душой, такая вот домашняя какая-то заготовка. — Эксклюзивно свое. — Да, и все выходили и показывали такое. Я понял, мама, мои шансы падают на поступление. И я рванул на себе тельняшку, выскочил, сказал, давайте я сейчас буду петь голосами певцов. Если вы их будете узнавать, то я, значит, поступаю. Если не узнаете, то я не обижаюсь на вас. — Какое конкретное условие перед комиссией. — Да, я был конкретный парень. Никополь к этому как-то так меня... — Подготовил, да. — Да, закалил. Я вышел, спел. В общем, пел я вплоть до того, что даже пел Преснякова. Не знаю, как сегодня у меня получится, потому что вчера я записывал там оперный арии. Но сейчас... Замерзает синий зурбаган. И так далее. И вот этот микс, он мне здорово помогал в моем освоении, так сказать, рок-репертуара. И под конец я уже там звенел на всю. Я что, кстати, заметил, я думаю, Пресняков, наверное, сейчас очень удивится. Не потому, что вы спели, ну, практически. Просто зурбаган замерзает. В принципе-то он засыпает. Засыпает, засыпает, да-да-да. Не, а звучит замерзает, да еще и синий зурбаган. В принципе, логика тут есть. Логика какая-то есть. Давайте послушаем, наверное, следующую песню и продолжим нашу беседу. Так, «Я весенним лесу», но это классика. Да. 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 Я в весеннем лесу пил березовый сок С ненаглядной пивуньей с ногу ничего Что любил не сберег, что имел потерял Был я смел и удача, но счастья не знал И носила меня, как осенний листок Я менял города, я менял имена Надышался я пылью с заморских дорог Где не пахли цветы, не блестела луна И окурки я с замок бросал в океан Проклинал красоту островов и морей И бразильских болот, малерины, туманы, вино кабачков И тоску в лагерей зачеркнуть бы всю жизнь Да сначала начать полететь к ненаглядной И пивунье своей, да вот только узнает Ли Родина-мать одного из пропащих своих сыновей Сыновей Ли Родина-мать одного из пропащих своих сыновей Я в весеннем лесу пил березовый сок С ненаглядной пивуньей С так уночевал Что любил не сберег Что имел, потерял Был я смел и удачный Но счастья не знал Я в весеннем лесу Евгений Дятлов сегодня у нас в гостях Евгений, если мне не изменяет память Эта песня авторства Евгения Даниловича Грановича Царство Небесное, недавно он покинул свет наш бренный Не знакомы ли вы были с ним? Нет, к сожалению, но В общем, фильмы И все, что он делал Меня всегда вызывало во мне уважение, восторг И это часть нашей культуры, я так считаю Мне посчастливилось и познакомиться с ним Еще и спеть песню Вечный огонь из кинофильма Офицеры Это была большая честь А вдвойне честь для меня Когда я узнал, что мы вообще земляки из города Орла Правда, нас разделял Он 19-го года рождения А я так лет... Ну да Ну да, 68-го Разница есть И насколько теплый Насколько действительно лучезарный человек был Насколько интересный Он сразу, когда я говорю Здравствуйте, я Виталий Я говорю, вашу песню спел Он говорит, Данилыч Просто Данилыч Говорит, коль мы земляки Ну да Ну такой, да, приятный человек Евгений Первая песня, я не знаю, кто автор Похоже, что автор давным-давно уже Да, его тоже нет с нами Это Евгений Красавцев Ко мне попал сборничек его стихов Эти стихи были написаны в 70-м году В этот период 20-го века И он был актером И он приезжал на поэтические вечера В Санкт-Петербург И тогда Ленинград И вот благодаря Николаю Васильевичу Катомину Который передал мне этот сборничек Я познакомился вот с таким Замечательным поэтом На стихи которого я и написал Несколько песен Вот одна из них А музыка это ваша, да? Музыка моя, да Вот это Пой цыган И я надеюсь, мы исполним еще песню На его стихи сегодня Ну это практически наш современник В таком случае Да, в том-то и дело Да, у него такая сложная судьба И вот остались только стихи На чьи стихи еще легла ваша музыка? О, еще на стихи Давида Самойлова Замечательного Классика, я считаю Замечательного поэта Вот скоро будет его чествование И меня пригласили на этот вечер И я исполнил несколько песен Давида Самойлова А у меня на его стихи написана практически программа Вот, то есть это где-то песня 12 И некоторые стихи уже были положены на музыку И исполняли их такие замечательные люди Как Сергей Никитин Но я осмелился на свой вариант И вот, собственно говоря Хочу его и показать эти варианты На вот этом вечере, который будет Я просто в восторге Тем более Давид Самойлов фронтовик И у него есть несколько замечательных стихов Посвященных войне То есть я как только открыл этот сборник Стал читать И вот прямо услышал какую-то свою музыку И родились песни Насколько мучителен для вас выбор Для новой песни? Выбор стихов, я имею ввиду Он не мучителен Потому что у меня нет такого стремления Во что бы то ни стало Писать песни, сочинять Был такой период, когда я занимался рок-музыкой Да, но там были еще такие требования Что у нас был такой рок-коллектив И, естественно, мы все это рождали из себя И вот там было мучительно Я рвал бумаги, бросался Плевался Потому что иногда появлялась сначала музыка А потом надо было на эту музыку написать стихи Вот это мучение большое Да, стихи, которые, они должны быть В общем-то в формате рок Какого-то вот восприятия Такие прогрессивные, злые Поэтому, да, невозможно было писать Какие-то там в духе романса То есть все это было такое жесткое А потом уже, когда Вот я открываю сборники И какие-то стихи я читаю И вдруг я внутри себя начинаю их прямо практически петь То в общем мучение не происходит Так даже было с Александром Блоком Когда мы работали над спектаклем «Балаганчик» И там есть Ария Пьеро И режиссер меня попросил Говорит, если вдруг родится Попробуй сделать что-то И вот у меня там появился романс такой И мы на концертах теперь его исполняем Неверное на стихе Александра Блока Вот так Давайте послушаем следующую песню Под названием «Необыкновенные глаза» Вот история, кстати, этой песни Ее в свое время пел Рашид Бейбутов В 50-х годах А еще раз она прозвучала Ну, нельзя сказать, в такой полной мере Но она вошла внутрь фильма «Космос как предчувствие» И там моим голосом герой поет именно вот эту песню «Необыкновенные глаза» Ну, а мы послушаем, как это звучит еще и с видео С видео-версией Объединим Воды арыка бегут, как живые Переливаясь, журча и звеня Возле арыка я помню впервые Глянули эти глаза на меня В небе блещут звезды золотые Ярче звезд точей твоих краса Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Где бы я ни был в пустыне безбрежной В море, в горах с пастухом у огня Эти глаза неотрывно и нежно Мне помогая глядят на меня В небе блещут звезды золотые Ярче звезд точей твоих краса Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза В небе блещут звезды золотые Ярче звезд точей твоих краса Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Необыкновенные глаза Необыкновенные глаза Фантазия зрителя мгновенно дорисовала челму с перышком, халат восточный И такую кривую сабельку Евгений Самая необычная для вас роль Которую вам предложили режиссеры Которая стала для вас Ну просто с ног шибательным сюрпризом Я не скажу, может быть даже и неприятным Но с ног шибательным Ну и в общем любая роль Она не может быть неприятной Иначе ничего не получится А с ног шибательным Это предложение Дмитрия Месхиева Сыграть в его многосерийном Я бы назвал так Телевизионном фильме Линии судьбы Поп-звезду Нетрадиционной ориентации Я кстати вот один процент Я хотел просто предложить Как вариант Может быть Ну и ваша реакция Какова была? Это было вообще с ног шибательное Мы сидели в кафе Подошли девчонки Ассистенты режиссера по актерам И развели меня на слабо Я сидел, обедал И они говорят Жека, слабо сыграть Такого нетрадиционного певца Я говорю, да ну Конечно не слабо Да мне кажется В последнее время Что-то традиции начинают Попакивать Да-да-да Они говорят, пошли Я говорю, да нет Это же я так сказал Ну чисто риторически Они, не-не-не Пошли, пошли, пошли Я даже не знал Что Месхиев в это время Проводил кастинг Вот, ну мы пришли И он когда на меня глянул Он говорит, его? Они говорят, да Его Слабо? Да, ему тоже Он так, слушайте А ведь это вариант То есть чтобы не был Жеманный никакой А вот такой выходит Человечище Брутальный Да, брутальный И вдруг оказывается Вот террас Бабушка Да-да-да Да, ну и мы как-то так Вот обговорили Обсудили Согласились И потом были очень веселые съемки В этом смысле Потому что мне приходилось Соблазнять героя Костя Хабенского Вот, это было очень весело Хотя, конечно Костя как раз играл Того человека Которым был я В свое время То есть он играл Человека с периферии Который приезжает в столицу Чтобы покорять Большой город Со своими записями Пробивается Пытается найти Вот это все светлое И как-то это все Привести в жизнь Все свои чаяния Надежды И попадает в лапы Вот такого И Воскресенского То есть моего персонажа И там Нечистоплотных Продюсеров И так далее И все это Так вот Линия судьбы Которая сыграна Костей Хабенским А я был Вот этой страшной силой Как в роль входили Какими манками Заставляли себя Влезть в шкуру героя Евгения Нет, это только Дело в том Что к тому времени В общем В моем багаже Уже было достаточно наблюдений В этом смысле Вот И я просто брал Неких персонажей Которых я Ну так Как-то по жизни Вдруг пересекал По наблюдению По наблюдению Да И мы просто даже Вынимали чисто Сценки некоторые Из жизни И вот Их пытались Потом так привести Мне даже Страшно упоминать Систему Константина Сергеевича Станиславского Потому что Чревато в данном смысле Нет, ну это было весело Да Ясно А роль, которую Вы играли Самого себя Была ли в вашей жизни Такая Такая роль Пожалуй Даже не играли А были Пожалуй Нет Единственное Что что-то Для меня было родное В фильме Первое мая Он, к сожалению Прошел очень Таким Локальным показом В 2000 По-моему Или в 2002 Году Там была хорошая Такая идея Люди После Первомайской Демонстрации Собираются В парадной Питерской И просто Распивают бутылочку И обсуждают Свои какие-то Насущные проблемы Но дело в том Что это их традиция Она началась С 30 По-моему Седьмого года И закончилась В 2000 Вот То есть там Сначала отцы Собирались Потом их дети Собирались Зная Что отцы Собирались Я уж извините Перебью вас Мы так начали Собирались За бутылочкой И этот так Играл самого себя Да Отцепь пошла Так бутылочка Евгений Дятлов Сам себя Да Первомайские демонстрации И бутылочка А первомайские демонстрации И это И это просто Люди говорят О своей жизни Но когда ты понимаешь Что это в 37 Они говорят Это получается Три поколения Да 37 41 45 Там Полет человека В космос Какие-то там Времена Застоя Так далее Перестройка Да А они просто Говорят о жизни Они ничего Этого практически Ну что-то они обсуждают Но в меру Того Как доходила до них Информация Но это не Такое Мне показалось Что это не лозунговая Такая Затея была Поэтому Это было интересно Не знаю Почему этот фильм Как-то так пропал Вот Но у нас так бывает Через 20 Через 30 лет Да Может быть Покажет Выходит Да Какую часть Поколения Вот эту Из этих трех Я как раз Играл поколение Моего отца Вот То есть Это вот Мой отец И там Мой персонаж Уезжает В Норильск За Лучшей жизнью Оттуда возвращается Рано умирает Ну это получается Где-то 50-е 60-е 50-е 60-е 70-е Там Где-то В начале 80-х Там Мой герой Умирает Насколько Глубоко Все вот это Ну это глубоко Просто в силу того Что Все мои Дедья Отец мой Который рано Погиб И Весь тот мир Который Составлял их Жизнь Их душу Он мне был Очень интересен Тем более Что отец рано погиб Поэтому для меня Это было Довольно-таки Так Волнительный Была большая Нехватка Именно Вот Такого мужчины Рядом Вот Тем более Отец он был Такой И я как-то Его домысливал Довоображал Он мне был Интересен У меня был Даже такой Такой эпизод В моей жизни Что Замечательный Режиссер Звягинцев Когда делал Свое Возвращение Свой фильм Он И Меня Брал На кастинг У нас Были Даже Такие В принципе Такие Хорошие Договоренности Уже сложились Но потом Все не получилось И В результате Костя Лавроненко Замечательно Сыграл эту роль Но там Как раз История Про мужчину Который возвращается Домой И у него Двое детей Два сына Которые Мало его знают А Абсолютно Как о моем отце То есть Вот он Примерно Такой Персонаж В жизни То есть Он Детдомовский Это такое Военное детство И послевоенное Потом Служба в армии Водолаз-разведчик Особого назначения Потом шофер И все это В целом Такая сложная судьба Которую хотелось бы Мне сыграть Но так и не привелось Вот Поэтому Вот в этом фильме Первое мая Там что-то такое Вот этим тоже Как-то сквозило И мне это Очень грело душу Ну я думаю Наступит Вот правильный час Когда этот фильм Действительно увидит Ну Зритель увидит Свой фильм А фильм Да Увидит своего зрителя Давайте послушаем Следующую песню Под названием Госпожа удача Да Давай Ваше благородие Госпожа удача Для кого ты добрая А кому иначе Девять граммов сердца Постой Не зови Это не везет мне в смироте А повезет в любви Девять граммов сердца Постой Не зови Это не везет мне в смироте А повезет в любви Ваше благородие Госпожа разлука Мы с тобой друзья давно Вот какая штука Письмецо в конверте Погоди Не рви Эй Да не везет мне в смироте А повезет в любви Письмецо в конверте Постой Да не рви Эй Не везет мне в смироте А повезет в любви Ваше благородие Госпожа чужебина Шар Обнимала Ты Да только Не любила В ласковые сети Постой Не лови Да не везет мне в смироте А повезет в любви В ласковые сети Постой Не лови Эй Да не везет мне в смироте А повезет в любви А повезет мне в смироте Ваше благородие Госпожа победа Значит наша песенка До конца не спета Перестаньте черти Клясться на крови Эй Да не везет мне в смироте А повезет в любви Перестаньте черти Клясться на крови Эй Да не везет мне в смироте А повезет в любви Ваше благородие Госпожа Удача Евгений Дятлов Сегодня у нас в гостях Жень Насколько вы удачливый Или Трудолюбивый человек В общем Чем берете Сложный такой вопрос Потому что Всю жизнь Я как-то не мог определиться Кем мне быть То есть В тот момент Когда определяются Я не определялся И поэтому Несло меня Ну вот в юности Вы сказали Хотите быть французом В смысле французский язык Но это было больше Такое Как бы давление взрослых Что типа Надо же что-то приобретать Стать взрослым Жень Будь умным человеком Будь умным человеком Иди на переводческий И я пошел Но на самом деле Потом стал заниматься Все равно музыкой Рок музыкой Еще чем-то То есть сделал то Что мне хочется На самом деле И в общем Не задумывался о том Что же меня ждет Буратино впереди То есть сам себе враг Но как-то так Все время складывалось Что вот это вот Летание в своих Каких-то облаках Приводило меня К какому-то Формированию пути И в результате Я здесь вот Сижу Вам пою Но все что О чем Вот сейчас идет разговор Это результат Ну честно говоря Какого-то сумасшедшего Работы И везения Как такового Я не могу это назвать Везением То есть везение С самого детства Я воспринимал Как мама Хочу мороженое И мороженое Тут же появлялось Бы Вот этого никогда не было И как говорят Когда вы проснулись Знаменитым Такого тоже не было Я не засыпал А утром просыпался Знаменитым Не было ни разу Такой вот акции Благотворительной Значит только труд Тренинг Да Вот такой благотворительной Акции со стороны судьбы У меня не было Слушайте Так это наоборот Это ценнее намного Это ценнее Я сейчас только Взрослее Начинаю понимать Что если бы мне Что-то далось легко И как бы так По первому моему щелчку То скорее всего Это бы меня разнесло Просто как гранатой Ну с моим характером Организмом и так далее То есть кто-то меня держал В узде Иногда как корову бил То слева То справа Палкой Вот и корова Как бы Эх Туда Со скрипом Туда Вот туда все-таки Шла Да И вот заходила В какие-то более-менее нормальные Земляничные поляны И вот такое счастье Так что я судьбе благодарен Не взираю Есть ли Какая-то Не знаю Ну завистью вряд ли Я назвал бы Может быть Ревность к удаче Тем людям Которые Которые ее получили быстрее Намного быстрее Не вкладывай никаких сил Хотя частенько Очень часто получается так Вот на тебе аванс Да А потом бам Спасибо Типа Час я это Сейчас разберусь Попью, покорю Звезда в голове Опа И все Через несколько лет Ушел в негутие Да, да, да Но я себя и этим не успокаиваю Но иногда бывает Иногда бывает Такая Ну не то что ревность А типа То есть Такое удивление Что А вот я За что Не то что даже за что А вот я просил И просил И мне нет Точнее да Но только не так Как я думал А вот он видимо Как-то правильно просил Или черт его знает Но такое везение Я обычно за таких людей радуюсь Единственное Что желаю им Внутренне Ну для себя Чтобы впереди Их не ждали Никакие разочарования Страшные удары Падения И все такое Вот Но на самом деле Я Проживя свой срок До половины Уже понял Что за все Всегда приходится Приходится платить Вот Поэтому Мне кажется Что со мной Судьба Довольно-таки Так спокойно Хорошо Себя ведет И говорит Женя Ты не знаешь А я знаю Вот И я так Ну хорошо Ну хорошо Давайте послушаем Следующую песню Которую Которую называется Круг любви Вот Вот это как раз Песня на стихи Давида Самойлова Круг любви Распался вдруг День какой-то Полупьяный У рябины Окаянной Покраснели Кисти Рук Не маши Мне Не маши Окаянная Рябина Мне На свете Все едина Коль распался Круг души И жалко Всех И вся И жалко Закушенного Полушалка Когда одна Вдоль тюрьм Игон Душа Несчастная Гречанка А перед ней Взлетает Чайника И больше Никого Кругу 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 Распался Вдруг День Какой-то Полупьяный У рябины Окаянной Покраснели Кисти Рук Не маши Мне Не маши Окаянная Рябина Мне На свете Все Едино Коль Распался Круг Души Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Евгений Дятлов Евгений Дятлов Сегодня у нас в гостях Ну, Николай Практически Слышу Прям В пару кусочков Практически Блэкмар Какой-то В двух местах А потом уже Опять В другой Чисто Тематической Ритмике Для этой песни Жень Когда Освоили Свои первые Инструменты Вообще Только ли гитара В вашем Арсенале Нет Мама Меня Привела В музыкальную Школу В первом Классе И совершенно Удачно Угробила Ваше детство Каким инструментом? Скрипкой Ой Да Ух Это был Это был Просто Ну, это восхождение На Голгофу Каждый раз И В общем Конечно Я ей в результате Благодарен Но вот эти 7 лет Это была Пука-мытка Просто какая-то Да еще и 7 Это дневная детская школа Да, дневная детская школа Причем Все это на фоне Игры в футбол Взросления Это в Никополе было Или в Хабаровске? Да, в Никополе Пошел в первый класс В Хабаровске А потом мы переехали Во втором классе Уже пошел в Никополе И Скрипка Город маленький Он окружен заводами Народу делать нечего Рядом Каховское водохранилище Жара Абрикосы Бычки Раки Пиво Драки В общем все это В полном объеме Район на район И все И ты со скрипочкой Еще идешь Вот через все это Естественно Участвуя во всем этом По-любому Потому что Ну деваться некуда И плюс такая фактура Как-то так Я не мог Неудобно было Бимо проходить Я не мог Выдавать себя За какого-то Несчастного мальчика Совсем уж скрипача Совсем уж скрипача Да и поэтому Там пошел на бокс В результате Мама не знала Я ходил на бокс Бежал на скрипку То есть скрипку ставил А как можно было Совмещать бокс В принципе Я это все совмещал Потому что Мне было все нипочем Я понимал что И в данном случае Бокс меня грел Больше чем скрипка Я вам верю Вот вам верю Вот И ну в конце концов Я закончил скрипку И по большому счету Меня хотели Как-то так Мне прочили Будущие скрипача И будущее боксера Кстати Одновременно И Но По поводу Как только я заикнулся О боксе Мама потом узнала Все-таки И там это было Только через мой труп Вот А маму я Жалел И Понимал Поэтому Даже попытался Продолжить дальше Со скрипкой Но Нужно было еще Извините Перевью Я представляю синтез Выходит Красавец Бафраки Бабочка Маринг И начинает играть Концерт Сибелиуса Кстати Прецедент это есть Потому что Владимир Спиваков Он тоже занимался боксом Но у него и скрипчик-то побольше Альт все-таки А нет Альт Он же альтист Нет Альтист Башмет Башмет Извините Да Поэтому В общем Я не одинок В этом Отреде Не Ну а было бы шоу Здорово На ринг Потом снимаются И поехали Да И кличка бы была Наверное Какая-нибудь Ну как Как у боксера Скрипач У боксера Да Но какой-то скрипач Явно там Какой-нибудь Вот Там Скрипичная пила Такого шоу еще не было Да Или что-то такое Такой эстетический Бокс Да Было бы здорово Давайте послушаем Кровавая скрипка Вот это был А как по-английски Это будет интересно звучать Блад Вайлен Да Наверное Как там Скрип Виолой Да Ну да Ну ладно Все это в мечтах Все это в будущем Пока А сейчас у нас Март-апрель На дворе И песня Так и называется Это тоже Песня на стихи Давида Самойла Была карманная луна И были нежные березы О, Март-апрель Какие слезы Восемь Восемь Какие имена Туман весны, туман страстей Рассудка, тайные угрозы О, март, апрель, какие слезы Сбросонья словно у детей По корочку хрустящий след Шуют рассветные морозы О, март, апрель, какие слезы Причины и названия нет Вдали за гранью голубой Гудят в тумане тепловозы О, март, апрель, какие слезы О чем ты плачешь, о чем ты плачешь О, март, апрель, какие слезы О чем ты плачешь О, март, апрель, какие слезы Жень, после скрипки, в принципе, мало какой инструмент может уже напугать Тем более, учитывая ты, что это с первого класса Как гитара пришла в вашу жизнь? Ну, гитара как раз пришла именно вот как альтернатива скрипке То есть это мой был шаг в общество Потому что скрипка, естественно, не будешь же ты во дворе вечером на скамейке Ну, это бы многих шокировало Да, это было бы чревато вообще так, по большому счету А гитарой я стал овладевать именно, чтобы как-то влиться в этот Социальный, значимый инструмент Авторитетный В первую очередь, да, авторитетный И, в общем, девушки А тут уже пошел вот этот вот пубертат наперед И все с ним вытекающее А тут такое подспорье, да ничего себе Да, все, и гитара, это для меня было И как только гитара как-то мне далась в руки, все, это началась какая-то вся моя судьба Она как-то двинулась в другом направлении И с тех пор вот она со мной Первого преподавателя своего гитарного, помните? Да, да Дворовый Да, дворовый, как раз абсолютно дворовый Такой парень, Вася Говорун Сейчас такой уважаемый отец семейства Любитель охоты, рыбалки Ну вот, и, собственно говоря, сколько вот мне аккордов показал Столько он, наверное, и знает до сих пор Вот, их было три, этих аккорда Ну, обычно ля-ре-ми Совершенно верно, да И все, и мы первую песню там Журавушку, ходят кони Вот это все мы осваивали Когда приехали в Питер, пели аккапельно на экзамене или под гитару уже все-таки? Под гитару Что меня, в общем-то, и спасло Пел под гитару Уже, как бы, гитара это был мой инструмент Я уже писал песни, будучи влюбленным Ну, уже это было тоже, то у вас, наверное, уже не ля-ре-ми было Да, там уже было ого-го Потому что я тогда полностью был под такими людьми, как Квин, там, Дженни, поэтому, да, и все это, вот, все эти гармонии там, в общем, люди, которые точно так же любили то же, что и я, вот, они без труда улавливали там такие, ага, Квин любишь? Я говорю, да И Квин тоже, да Да, и Квин тоже, вот, поэтому там это все, и я выходил, пел, и, собственно, за это и был, по-моему, принят в институт, по большому счету Я по своему институту помню, у меня режиссур и факультет был, первый курс, это этюды с животными Да, конечно, безусловно Зверька какого чаще вам приходилось? Всех, потому что мы, это была настолько насыщенная история, поэтому там были и коты, и собаки, и обезьяны, и тигры, и даже там какие-то цапли В общем, все, все было, все сплошь и рядом, потому что этого было очень много Мы ходили в зоопарк, значит, следили за животными, все это устраивали там потом у себя в аудитории, то есть это просто праздник какой-то был А вот как 23-летнему пареньку влезать в этот... Это ужасно, с нами, значит, нас было четверо таких, вот, а потом скажут, и было четверо, да Вот, те, которые двое после армии, там, двое откосивших, но смысл был в том, что именно пришли в этом же возрасте И мы сразу были такое ядро, я был старостой курса, говорят, совершенно невыносимый тип я был в то время Каким образом авторитет сразу завоевали? Ну, понятно, вот он после армии, давайте его И я бегал, как идиот, подымал всех вообще, подъем на первые пары, то есть меня ненавидели, конечно Я верю, да И я, в общем, где-то полтора курса отбарабанил старостой и закончил это грязное дело И сразу распустился, вот, влюбился и так вот благополучно до четвертого курса как-то так прожил Как вам Питер после Ленинграда, простите? После Никополя Кстати, это было такое легкое разочарование, все-таки в маленьком городе, когда ты вот Собственно, я помимо улицы все-таки жил в среде педагогов, мама-педагог и все ее подруги-педагоги И все, что касаемо всех репродукций, мировой классической живописи А мама имела отношение к живописи? Мама нет, мама химик-биолог, но ее подруги, они кто-то преподавал историю, кто-то историю культуры и так далее, и так далее Поэтому я в полном объеме это все проходил, так сказать, дома Да вы гармонично развитые юноши были со всех сторон Мама, так как отец рано погиб, за что ей огромный поклон, благодарность и вся моя любовь Потому что она научила нас где-то с пяти лет, когда погиб отец, ставить пластиночки на проигрыватель, чтобы мы как-то так увлеклись этим и особо не мешали ей работать, потому что работать ей приходилось очень много И она подобрала на свой вкус эти пластинки, то есть я слушал и Гуно Фауст, и Верди Аиду, и картинки с выставки, и, в общем, Чайковский, Вертинский, Рада Волшанина В общем, все, что мама любила, все, что проходило через ее студенчество Шаляпин поет русские народные песни, Мирон Полякин исполняется Рассаты Так вот оно откуда-то все, гладище-то это, саккумулировалось Вся эта история, конечно, да, она вся отлегла до поры до времени и потом меня догнала Поэтому все, что связано с живописью, это все благодаря маме и ее подругам, соратникам И, естественно, я Петербург воспринимал как вот это какой-то огромный город Это огромный город именно как некий культурный артефакт вообще Вот просто это целый город Я думал, что я приеду и меня просто задавит колоннами А увидел, в общем, довольно-таки низкое серое небо, свинцовую реку Такое насупленные дворцы Это был как-то такой какой-то хмурый май, когда я приезжал поступать И я как-то так сначала опешил Тем более после Украины такой совершенно разгульной А плюс еще я ездил в Москву сначала прослушиваться в Гнесиных И просто закрыли стационар для иногородних в этом году И я поэтому поехал в Питер И Москва-то была как раз Эй, Эй, Ярмарка! Давайте я предлагаю запятую поставить на этом месте И послушаем следующую песню Так-так-так-так У осени походка лисья Да, а вот это как раз песня на стихи Евгения Красавцева У осени походка лисья Она в огне, в моем окне И перьями жаркицы листья Ложатся на руки ко мне Ветер дня доносит пень Чья-то боль во мне сильней Не изменяет вдохновенье Любви моей, любви моей И не с кем, не с кем поделиться Тем, что услышу вдалеке Твоя красивая ресница В огне румянца на щеке В огне румянца на щеке В огне румянца на щеке Я полна неясной смуты Меня спасут чуть-чуть поздней Жизнь перечеркнута минутой Минутой слабости моей Жизнь перечеркнута минутой Минутой слабости моей Осенью поход колесия Осенью поход колесия Осенью поход колесия Сенью поход колесия Евгений Дятлов сегодня у нас в гостях Жень, остановились мы на разнице впечатления первого Москвы эмоционального такого восприятия и Питера Я, кстати, когда первый раз в Москву приехал Она меня, честно говоря, прибила Но единственное разочарование мое было Это Красная площадь Я думал, там 8 футбольных полей как минимум Потому что ты смотришь, как солдаты Машаруют там немерено место Танки, БТР и всевозможные Там тополя, ракеты проходят Абсолютно Вот то же самое Да, и Москва Меня тогда, я так, эх, думаю Сейчас я гармошку растяну Вот, а потом раз, стационар прикрыли для меня Я развернулся, приехал в Питер Понял, что тут много чего-то серого и свинцового И когда поступил, медленно-медленно Вот тот мой, как бы, культурно наработанный аванс Он стал срастаться Именно срастаться с оригиналом То есть то, что я себе представлял Это постепенно стало вживаться, вживаться И вдруг, когда произошло вот это вот срастание Конечно, я вдруг понял О, это мое То есть, ну, все Были какие-то дискретные обрывки внутри И вдруг это все стало такой сплошной Хорошей такой линией Сплошной такой песней Сплошным дыханием И все, я успокоился И мне стало хорошо Давайте послушаем следующее дыхание Под названием песня Давайте не громко Ну, конечно Давайте попробуем Давайте не громко Давайте в полголоса Давайте простимся светло Неделя, другая И мы успокоимся Что было, то было, прошло Конечно, ужасно Нелепо, бессмысленно Ах, как бы начало вернуть Начало вернуть Невозможно, немыслимо И даже, не думай, забудь Займемся обедом Займемся нарядами Украсим с заботами Быть Так легче, не так ли? Так проще, не правда ли? Не правда ли? И меньше боли Не будем хитрить И судьбу заговаривать И полу не стоит труда Да-да, господа Не огонь Никогда не будет А больше уже никогда Ах, как это мило Очень хорошо Было и уплыло Было и прошло Ах, как это мило Очень хорошо Было и уплыло Было и прошло Было и прошло Жень, перед вхождением роль Во Владимира Преснякова Младшего В начале нашей программы Вы обмолвились Что записывали вчера Какую-то оперную партию Поведайте Да, это все Имеет отношение К съемкам Белая гвардия Которую снимает Сергей Олегович Снежкин В общем, это Восьмисерийный фильм Будет И там я исполняю роль Шервинского Ну и Шервинский В общем, обязан Петь И вот Вчера мы записывали Эпиталаму Виндекса Из оперы Рубинштейна Нерон Из оперы Деницетти Любовный напиток Ариани Марина И, возможно, Каватина Валентина Прозвучит Ну и украинские песни Естественно Парочку Таких Двухкуплетных Украинских Вставочек Мне когда Года три По-моему, назад Позвонили из Питера И говорят Пригласите Евгения Дятла Господа Ну Честно говоря Не каждому Актеру Я могу Относиться Как к певцу Вот Но я честно говорю У меня есть Определенный скепсис Потому что Ну Многие себя любят Называть певцами Ну ладно Я залез в интернет Посмотрел Я слышал песни На украинском языке Я послушал романс И я так Опачки И чувствую у меня Мурашки Прямо Думаю Вот это Вот это правда Вот это певец Спасибо Это здорово Это я про Украинские песни Судя по названиям Вряд ли они сегодня Прозвучат Хотя Жалко Хотелось бы послушать Следующая песня Называется Как-то прозаично Но тем она И интригу И создает Мусорщик Ага Ну это на самом деле Песня эта называется Молитва А звучит она В кинофильме В телевизионном Мусорщик И там опять же Один из персонажей Поет моим голосом Именно эту молитву Вот Это в общем Это смело можно назвать Романсом Поэтому Мы его сейчас С удовольствием И исполним Это там про Двух киллеров По-моему Фильм был Да-да-да Про двух киллеров Они на пароходе сидят И мэр города Значит Вспомнил 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 Сыном Который Лоботряс Но поет Спел от души Поет от души Вот такие песни Теперь я знаю Кто там пел Поехали Научите меня Понимать красоту Отучите меня От тоски И от лени Проявите ко мне В сотый раз доброту Я ваш раб Но не ставьте меня На колени Я люблю вас Люблю Как отца И как мать Твердо веруя в тайну Великую Великую вашу Великую вашу Только вы способны Простить и понять Всех нас грешных земных Бесконечно уставших Нужных слов не найду Но нужны ли слова Вам и так наши мысли И чувства Понятны Я ваш сын Блудный сын Нарубивший Дрова Древо жизни Своё погубив Безвозвратно Каюсь вам Мой отец Не кляните меня Я и так уж Виною Своею Распластан Я тону без воды И горю без огня Мне не нужен Ваш меч Мне нужна Ваша ласка Научите меня Понимать Красоту Отучите меня От тоски От лени Я ваш сын Блудный сын Нарубивший Дрова Я ваш раб Но не ставьте Меня на колени Научите меня Понимать Красоту Я ваш раб И позвольте мне Встать В сотый раз На колени Да, удивительная песня Я еще тогда Действительно Оболтус Оболтусом Но когда Открыл рот И начал петь Я просто В очередной раз Подумал, что Да, не по одежке В принципе Человеческая Еще потеряна Да Меня Сама песня Настолько поразила И настолько Это было неожиданно И интересно Жень Насколько дорожите Голосом своим Я имею ввиду Есть глотки Просто луженые Оборался С утра встал Там Чайку попил То же самое Есть горло Которому нужно Относиться бережнее Есть, который Две песни споет И все Да На самом деле Мне кажется Что Это все зависит От самого взгляда На это горло Потому что В свое время Мне Причем классический тенор Сказал Что Тебе придется выбирать Либо Ты будешь Всю жизнь Кутаться в шарфик Сплевывать Через каждые пять шагов Ну обычно Мокрота в горле За этим следят Либо Садись на мотоцикл Врубай 150 И Дуй Навстречу ветру Дыши Пой И Закаливай Как можешь Собственно Я выбрал второй путь Потому что Я просто не попал В эту зону Классического пения Вот этого Традиционного Соблюдения Всех норм Ухаживания за голосом И Как-то так Меня все время Жизнь выносила Я теперь знаю Только одно Голосу вредит Нервный стресс Просто Не важно По какому Поводу То есть Твоя вина Чужая вина Чужое горе Твое горе Если ты Вдруг К этому Подключаешься И тебя Это потрясает То Это Тут же Сказывается На голосе А все остальное Вот Мы только что Закончили проект Пока он Под рабочим названием Золотой капкан И там С начала Осени И до Вот Буквально Начала апреля Мы снимались В Карельской тайге То есть Всю зиму Мы снимались Природные условия Да, да Абсолютно То есть Каждый день Так как я там В главной роли В общем Это из кадра в кадр В снегу Там По реке Переходы вброд Сплавление по рекам Никакой жалости К себе Спускание по скалам Да Но и Параллельно Естественно Я продолжал Все делать Что я делаю То есть Играть в спектакли Петь концерты Сниматься еще В улицах разбитых фонарей Так что И все в порядке Ну Деваться некуда Да То есть я понял Что просто А тоже определенный стресс Он просто стимулирует Стресс Другого просто плана Допустим Что-то случилось В личной жизни Что-то случилось С близким другом Что-то случилось Вот это может Я понял Да не дай бог Конечно А когда стресс Такого плана Когда Пахать и пахать Да Пахать Ветер Ну как на войне Грубо говоря Ветер, снег Тогда почему-то не болели Даже больше Когда у меня Очень много нагрузок Я вообще Просто забываю Про то Что он там у меня Как он у меня сейчас Нет Все это Все это Пропадает Бэм Пошел Все Особенно Когда там был Король ринга Это вообще Была дополнительная Трудность Очень мощная Очень мощная И я Пел концерты У меня бывало так Что Я снимаюсь В улицах разбитых фонарей Параллельно Репетирую Вишневый сад У Сергея Овчарова Была такая подготовка Снимался в сериале Братья Пел концерты И вот допустим Я отснялся в улицах Приезжаю в Москву У меня утром бой Вечером я еду в Калугу Пою концерт На тысячный зал Возвращаюсь Опять отбиваюсь Там с нарциссом И вечером В политическом музее У нас передача сейчас закончится Я понял Журавль 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 по небу летит Как за меня матушка Все молила Бога Все поклоны пила Целывала крест А сыночку выпала Дальняя дорога Хлопоты Оба новые Пиковый антирес Журавль По небу летит Корабль По морю идёт Те, кто меня Куда влекёт По белу свету И где награда Для меня И где засада Для меня Гуляй Гуляй Солдати Ищи Ответ Тош Рамбль По небу Летить Ах Куда мне Деться Дайте Оглядеться Спереди Застава Сзади Западеня Красные Зелёные Да Золото Погонные А голова У всех Одна А как Как и у меня Журавль По небу Летить Корабль По морю Идёт Те, кто меня Куда влекёт По белу свету И где награда Для меня И где засада На меня Гуляй Солдатик Ищет Веду Журавль По небу Летит Где я только Не был Чего я Не отведал Берёзовую Кашу Крапиву Лебеду Только вот на небе Я ни разу Не обедал Ой, господи Ой, господи Прости меня Я съедим А Пожеду Журавль Лебед Журавль По небу Летит Корабль По морю Идёт Те, кто меня Куда влекёт По белу свету И где награда Для меня И где засада На меня Гуляй Солдатик Ищи Ответу Журавль По небу Летит Журавль По небу Летит Корабль По морю Идёт Журавль По небу Летит Корабль По небу Летит 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 Журавль По небу Прекрасные песни Вечные практически Песни Жень, диски Есть ли у тебя? Расскажи, пожалуйста Ой, как-то я на ты перешёл Нормально, нормально В общем, есть Но я их В розницу пока Не отдаю Потому что Ну что-то мне не нравится Пока Что у нас с пиратами делается Вот поэтому Хотя в принципе Уже надо плюнуть Махнуть рукой И отдавать В розницу Да Ясно Вот именно Это какие С какими песнями? Именно со своими? Это народные песни Это романсы Собственно говоря У нас пока только два диска И Были ещё Было ещё записано Два диска С Олегом Погудиным Это Бирюзовые золотые колечки И Песни военных лет Как раз Ну вот сейчас Я надеюсь Что Где-то во второй половине лета У меня Чуть-чуть разведнеется Со всей моей загрузкой Вот В общем Я сам это разведнею И Наверное Сяду записывать Пора уже Друзья мои Один из самых желанных гостей Сегодня Был у нас в гостях Евгений Дятлов Жень Спасибо огромное Спасибо Замечательно До свидания